Всем привет! Сегодня я решил немного пофантазировать, что можно изменить и улучшить в этой игре, поэтому сегодня я вам расскажу, что было бы, если бы я был разработчиком Бравл Старс. Прежде всего, я бы вёл такой отдельный режим, как мини-игры. Согласитесь, бывает такое, например, вам не нравится карта столкновения, в осаде вы сливаете, да и в других режимах 3 на 3 тоже. И в игре практически нечего делать. Так вот, мини-игры представляют из собой серию примерно из 10 игр, и трем победителям даются очки за каждую игру. Первому вместо 3 очка, второму вместо 2 очка, третьему вместо 1 очка. Ну это так, к примеру. Ну и в итоге определяются 3 победителя по очкам, которые получают какие-то призы, ну, например, золото. Мини-игры могут быть совершенно любыми, например, прятки, догонялки с заморозкой, какие-нибудь вышибалы, да или просто режим, где, например, на игроков падают метеориты, и они не могут сражаться между собой. То есть что-то типа выживания. Да или хотя бы режим мега бойца. Да, в общем, тут масса разнообразных вариантов. Я думаю, с таким режимом было бы действительно намного веселее в Бравл Старсе. Далее, что бы я еще ввел, это дополнительная награда кубков за полосу побед в столкновении. Например, вы 3 раза подряд победили в одиночном столкновении, и вам бы дали дополнительные 3 кубка. 5 раз победили, вам бы дали плюс 5. 10 раз плюс 10. Конечно, небольшое, но приятное вознаграждение за ваши старания. Почти все топы апаются в 3 на 3, и я думаю, что такое изменение позволило бы им еще играть и в одиночном, или парном столкновении. Следующая вещь, которую мне бы хотелось ввести, это дополнительные подарки на день рождения. Ну, например, вы подтверждаете, что у вас сегодня день рождения, там, например, с помощью паспорта, или каким-то другим образом, и вы можете получить бесплатный подарок. Ну, например, выбрать что-то одно из этого. Согласитесь, это было бы здорово и достаточно приятно. Получить на свой день рождения еще и подарок в игре. Следующая тема, чему я был бы очень рад в Бравл Старсе, это турниры. Если вы играли раньше в Clash Royale, то это вам хорошо знакомо, но для тех, кто не знает или уже забыл, я напомню. Какой-то один игрок создает свой турнир, например, за гемы или лучше за золото. В него заходит, например, 100 человек. Им дается какое-то время, например, 1 час, чтобы сыграть несколько игр, например, в столкновении. Побеждает тот, кто сможет больше всех раз победить и, соответственно, набрать больше всех кубков. Ну, и за топовые позиции выдаются уже какие-то призы. Можно какой-нибудь другой формат турнира, например, глобальный турнир, как в Clash Royale. Ну, почему, почему не сделать что-то подобное в Бравл Старс? Ну, и, конечно же, я бы ввел несколько своих героев, чтобы сделать игру как можно более разнообразной. Это не мой персонаж же, я его взял из группы Aurum TV, из концептов. Ну, у меня есть много своих идей, давайте я про одну расскажу. Я, к сожалению, рисовать не умею. Но, в общем, это был бы Черный Маг. Такой персонаж, который стреляет примерно как Джесси, только у него летит не шарик, а такой фейербол, побольше радиусом, который при попадании во врага взрывается и наносит урон по какой-то небольшой площади вокруг себя, примерно как Динамит Динамайка. А его ульта бы называлась Портал Времени, который, например, действует секунд 6. Он может его где-то поставить в каком-то определенном месте, потом отбежать от этого места, использовать его и переместиться на то место, куда он его поставил. Ну, в общем, это всё сложно объяснить на словах, но, поверьте, идей можно придумать просто море. Например, Ледяной Маг, Ведьма, Дракон, Демон, Палач, Тор, Фараон, Танос... Что-то я немного отвлёкся от темы. Знаете, у меня есть ещё несколько идей по поводу нововведений в Brawl Stars, но я сейчас их говорить не буду, оставлю на вторую часть. Если это видео многим понравится и наберёт много лайков, то я обязательно её сделаю. Поэтому, если вам понравилось видео, обязательно поддержите его лайком. Ну, а также пишите в комментариях, что бы вы сделали, если бы были разработчиком. Спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok